МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Андрей Станиславович, добрый день! Сергей Вадимович Титков, руководитель поискового объединения «Подвиг». Сергей, здравствуйте! И Сергей Александрович Сергеев, руководитель подросткового объединения десантной направленности «Сокол». Здравствуйте, Сергей Александрович! Здравствуйте! Уважаемые друзья, с прошедшим вас праздником. Уже отгремели праздничные залпы салюта в честь 77-й годовщины со дня освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Я думаю, что для многих, а если не для большинства жителей нашего Тверского региона, этот день, 16 декабря, встал наравне с Великим Днем Победы, потому что отсюда началось фактически наступление нашей Красной Армии, дальнейшее победоносное наступление, хотя впереди были еще долгие 4 года войны, но тем не менее победа начала свой отсчет, скажем так. И сегодня я предлагаю поговорить о памяти, о памяти тех, кто воевал и не вернулся с великих сражений за свободу нашей Родины, и о том, как мы сегодня, в чем мы сегодня можем поддержать эту память в нашем подрастающем поколении, практически уже во внуках и правнуках тех, кто воевал на полях Великой Отечественной войны. И предлагаю начать наш разговор именно с поискового движения, Сереж, потому что пока, как Своров говорил, пока не захоронен последний солдат, война считается незаконченной. И сколько еще наших бойцов Красной Армии лежит на полях сражений, незахороненными, да? Сколько удалось поднять, установить имена? Ведь, наверное, сотни имен уже возвращены, и солдаты с почестями преданы земле. Да, за 30 лет работы, в этом году как раз исполнилось 30 лет нашей организации, за 30 лет работы уже 60 тысяч останков солдат, которые найдены именно на Тверской земле. 60 тысяч, это какая сумма, уважаемые друзья? Армия. Армия, это фактически армия. К сожалению, только 5 тысяч имен сумели мы вернуть из небытия. Из этих 60 тысяч поднятых бойцов? Да. У многих погибших бойцов найдены родственники, некоторых даже отправили на захоронение, на свою родину. В другие регионы откуда? Ведь у нас же воевали здесь, да? У нас воевали не только наши земляки, со всей страны. Да, весь Советский Союз практически воевал на Тверской земле. Из-за чего даже в этом году мы передавали останки в Ленинградскую область, передавали останки в Башкирию. Также эти бойцы были найдены на нашей земле, которые считались пропавшей без вести. Но оказалось, что они героически погибли в боях именно за Тверскую землю. Серёж, я ведь правильно понимаю, когда-то много-много лет назад я имела отношение тоже к подвигу, мы выезжали на раскопки. Насколько мне известно, прежде чем установить имя, ведь одно дело найти ещё медальон, да, который уже, наверное, от времени, да, это же очень кропотливая работа, даже развернуть, чтобы он не рассыпался, и прочитать имя, да, это ещё и работа в архивах, нужно найти, где воевал этот человек, где он проживал, откуда он призван был в армию. Да, это большая работа. Мало того, как правильно Вы сказали, развернуть медальон, его ещё надо расшифровать. Чтобы, бывает, что медальон остаётся практически пустой после разворачивания. И только благодаря современной аппаратуре, современным навыкам людей уже, мы практически имеем возможность прочитать надпись на нём. После того, как мы читаем надпись, уже дальше идёт работа в архиве. По документам мы восстанавливаем, откуда призывался, восстанавливаем родственников, созваниваемся, договоримся с местными администрациями для того, чтобы именно возвратить имя того солдата, которого мы нашли. Чтобы не получилось так, что мы нашли одного, а по документам оказался другой. Из-за чего это тоже очень большая кропотливая работа, которая, ну, отдать должное ребятам, они практически днём и ночью работают вот именно над этой проблемой. Чтобы не получил солдат чужое имя. Вы говорите о... Вообще, сколько сейчас объединяет поисковое объединение «Подвиг», сколько отрядов, сколько человек работает? Если мы говорим о сохранении памяти, нам важно, чтобы молодёжь наша подтягивалась к этому движению. На данный момент «Центр Подвиг» объединяет 35 отрядов, это свыше 500 человек народа. Молодёжи много, процентное соотношение вот так вот приблизительно? Школьники или кого? Или это уже выпускники, может быть, студенты техникумов, вузов? Практически у нас поисковики с 14 лет. С 14 лет? Да. Мы ещё берём школьников, начинаем их воспитывать со школьной скамьи. Для того, чтобы человек стал настоящим поисковиком, надо не менее 3-5 лет проездить в поисковой экспедиции. Мы встречались год назад, говорили о том, что у поискового движения существует ряд проблем. Насколько решены были эти проблемы в этот поисковый сезон? Как прошли вахты? В этом году у нас очень удачная получилась работа. Мало того, что мы получили субсидию из областной администрации, мы также выиграли президентский грант на поисковые работы, что нам дало плодотворно отработать целый год. Это практически 4 массовых вахты в Тверской области. Районы какие охватывали? Практически 16 районов в нашей области, это все боевые районы. То есть вахта, давайте поясним нашим телезрителям, радиослушателям, что такое вахта, сколько дней она ведь туда нужно, туда надо добраться. Это разворачивается целый лагерь. Да, необходим транспорт, необходимо питание. И в течение целого дня, светового дня, люди работают. Да, вахта, это поисковая экспедиция. Она проходит от 10 до 15 дней обычно. Выезжают на определенное место заранее подготовленные группы разведки, восстанавливается лагерь. Обеспечение нам очень хорошо помогает в этом отделении боевое братство, которое помогает нам в обеспечении транспортом для перевозки оборудований наших же поисковиков. Что-то проводим своими силами. Образовывается сам лагерь, распределяются обязанности и фронт работы. И уже на второй день после установки лагеря люди выходят в лес именно по координатам разведки для поиска неизвестных солдат. Техника безопасности, то, что волновало всегда при проведении таких вот вахт памяти, ведь это взрывоопасные предметы. Это не так все просто. Да, техника безопасности у нас согласована с МЧС России. Помогают, кстати, приезжают, а какие-то инструктажи проводят? Да, обязательно. Помимо вахт мы проводим школу молодого поисковика. Это именно для школьников, на которые постоянно выезжает группа разминирования. Они проводят целые уроки по безопасности, по обнаружению, как себя вести при обнаружении взрывоопасных предметов. И любая поисковая экспедиция, она начинается сначала именно с техники безопасности. Все должны быть ознакомлены с техникой безопасности, расписаться за нее. Если кто-то не расписался за техникой безопасности, он не допускается до поисковых работ. Ну, потому что здесь на кону жизнь, да, и жизнь, здоровье людей, молодых людей, да. Вот Жень сказал, Сережа, о том, что помогало боевое братство. Вот как и говорили, что вот здесь вот, да, собираются за этим круглым столом, как обычно у нас уже по традиции собираются единомышленники. По-вашему, насколько важна эта работа в деле воспитания молодого поколения? И планируется, а может быть уже и привлекается юнармия к таким работам? Ну, юнармия на данный момент пока еще не привлекается. Слишком маленькие. Да, потому что это слишком молодая организация, можно сказать, ей всего лишь два года. Вот, и сейчас, в принципе, ребята только вникают в суть происходящего. Мы прививаем им первые навыки сборки-разборки автомата, противогаза. Вы видели, вот, Машбросок у нас проходил, да. Проводили мы здесь юнормейские сборы с привлечением армейских частей. Показные выступления частей были по строевой подготовке, по защите от оружия массового поражения, по стрельбе практической. То же самое ребята участвовали. Вот у нас 70 юнормейцев приняли со всей области данных мероприятий. Участие именно в этих мероприятиях, которые вы сейчас назвали. Я сама была свидетелем, как в этом году проходил марш-бросок. В прошлом году, помнится, мы говорили здесь, что он проходил на территории городского сада в Твери, а сейчас Парк Победа. И опять же таки много этапов, да, вот несколько слов об этом. И опять было привлечено множество ветеранских организаций, вот что меня порадовало. И ветераны сами были. К сожалению, ветеранов, ну, такова жизнь, становится всё меньше и меньше у нас. И просто на руках надо носить тех, кто уже воевал, и тех, кто видел, кто был очевидцем этих страшных событий, да. Но были ветераны, которые поддерживали, выступали. И я видела, как ребята слушают. Да, вопрос в том, что вы правы, ветеранов с каждым годом, с каждым днём становится всё меньше и меньше. Мы их уже, можно сказать, всех знаем в лицо, кто остался. Это Иван Евгеньевич Кладкевич. Да, как раз он был вот тут, вот на наш броске. Это люди, которые никогда не отказывают в том, чтобы прийти, выступить, показать, как говорится, сплочённость нашу вместе с ними, что мы поддерживаем, что поисковики, что союз десантников, союз ветеранов Афганистана, боевое братство. Все общественные организации, мы вместе взаимосвязаны. То есть нельзя что-то отделить. И каждый из нас, вот правильно Сергей Владимирович сказал, по поводу того, что если мы не будем оказывать друг другу помощи, то никто нам её не окажет. Просто я хочу пояснить, опять же таки, нашим радиослушателям и телезрителям, этапы, да, может быть, сказали, ну, там провели для галочки, да, вот там, ну что там, метание гранаты. Надо было видеть глаза ребят, когда вот они разбегались. Они буквально, вот, торжественное построение прошло, и ребята побежали по своим этапам. Там стояли такие крепкие мужички, которые там следили за дисциплиной, всё рассказывали, особенно, что касалось стрелковой подготовки, да, стрельбы, всё внимательно, опять же, та же техника безопасности. Интересные были конкурсы по знанию истории, да, родной страны, да, когда началась война, какие ли были операции, ну, очень-очень много было вопросов именно по истории Великой Отечественной войны. И мне понравился конкурс «Знание песен». Это называлось, по-моему, как же, как же этап-то назывался, что в землянке или что-то такое, или что-то такое, или как-то вот так вот, на привале, на привале, по-моему, да, вот, «Знание песен Великой Отечественной войны». Некоторые ребята, вот где-то вот, там были старшеклассники, да, они мне спели песни, да, тоже вот касаемые армии, да, но современные песни. Я говорю, ну, ребят, а, ну, надо же всё-таки Великой Отечественной войны. Вот как вот эта преемственность, потому что, да, мы потихонечку изучаем историю, да, мы учимся основам боя, основам тактики боя в том числе, но и культуру, культуру нашей страны, которая вот, Великой Отечественной войны, она невозможна без тех же военных песен. Да, вот я хочу как раз добавить, вот, 13-го числа проходил фестиваль Отечества, это, ну, сродни его называют, как говорится, маленький побратим. Здесь выступают дети с 7 до 18 лет, а в побратиме участвуют старше 18-ти. И вот, если брать предыдущие годы, мы видим следующее, что где-то два года назад было всего лишь 60 претендентов, в том году было 90, в этом 250. 250 человек. Да, и то есть, вот, отборочные комиссии, можно сказать, два или три дня, они просто-напросто не могли, у них уже, как говорится, всё перепуталось, они, говорят, всем бы дали вот эти премии, там, как говорится, поощрили бы наградами, грамотами. Но, конечно, такого количества просто не было. И мне показалось, может, пророчески, что в следующем году будет в два раза ещё больше, чем эти 250. Вот, насколько мне известно, сейчас даже отборочные комиссии, они не просто, вот, чтобы, ребята, кто-то приехал отобраться здесь, да, вот в Тверь, а ведь это же очень большой разброс нашей области, великая область и большая по территории, вот. Но они выезжают на место, и где детям легче подготовиться, и где, может быть, кто-то по тем или иным причинам приехать не может, да, в Тверь. А там, вот, они там выступают, показывают свои таланты и ещё большая возможность. И ведь поют именно те песни, да, касаемые, да, именно Великой Отечественной войны. Ну, нет. В том числе. В том числе, да, но есть сейчас современные, очень хорошие песни, которые тоже посвящены тем, тому времени, но они уже современные. То есть, и вот эти песни тоже уже поются. Андрей Савельевич, хотел бы Вас назвать. Андрей Станиславович, Вы сегодня у нас вот здесь за круглым столом уже несколько в новой, в новом АПЛУА, да, не просто, да, первый человек Союза десантников, да, Тверского отделения, но и Вы заместитель военного комиссара Тверской области. Что мы можем сказать о тех ребятах, которые призываются? Вот осенний призыв вот у нас, как он прошёл, он ещё, он прошёл или он ещё идёт? Осенний призыв у нас заканчивается. Заканчивается. Осталось, да, пару дней до его окончания. Я хочу сказать, что план по призыву мы выполнили полностью. Ребята не прячутся от армии в большинстве своём, как это, может быть, было несколько лет назад. Есть много желающих служить в войсках специального назначения, в воздушно-десантных войсках. Там даже существует отбор и конкурс, кому идти служить. Поэтому это очень радует. Все идут осознанно, вот, все хотят научиться защищать свою Родину. Кроме этого, могу сказать, что 30 июня этого года, 18-го, указом президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина, было создано главное военно-политическое управление вооружённых сил Российской Федерации. Это те самые знаменитые политруки, да? Это как, как? Выяснилось, да? Комиссары. Комиссары. Да, замполиты. И указом президента, заместителем министра обороны, начальником главного военно-политического управления, назначен генерал-полковник Андрей Картополов. Насколько оправдано сейчас появление комиссаров в нашей армии? Потому что мы многие долгие годы, к сожалению, говорили о том, что идеологии у нас в государстве, к сожалению, нет. Мы проигрываем нашим противникам по информационной той же самой составляющей. Вот я и хочу сказать, что основными задачами этого главного военно-политического управления как раз и является устойчивая морально-психологическая обстановка в подразделениях и частях Министерства обороны, информационно-психологическая работа, очень большой раздел патриотического воспитания молодёжи, свободного вероисповедания и даже фальсификации истории. То есть досуговая работа, конечно же, в войсках, это очень большая работа и очень хорошо, что всё-таки мы возвращаемся к нашим корням, к нашим истокам. Это ведь было уже, да, всё в нашей армии? Это всё правильно. Может быть, раньше это было, может быть, излишне политизировано, а сейчас по указанию министра обороны, начальника главного политического управления, военно-политического управления, эта работа будет строиться именно на патриотическом воспитании. Потому что они считают, да и мы, в общем-то, считаем, что это вообще краеугольный камень нашей государственности. Вот. И если этим не заниматься сейчас, то мы получим сценарий, наверное, похожий с нашей Украиной, где наши братья и даже родственники сейчас просто ненавидят нас почему-то. Вот это тот самый проигрыш информационной войны, который никто не отменял. Да, потому что изменение в головах людей, вот, старое поколение, к сожалению, уходит, а новому-то дать и нечего. Вот его и заполняют, да, новободные и американские штучки о том, что мы враги. Это, вот, я перебью, Андрей, вас. Это, как раз, если раньше человек шёл в армию, опять же-таки, новобранцем служить в случае армии, но там же был фундамент определённой работы в школе. Там была пионерия, комсомол, да, и они уже шли подготовленные к этому, то сейчас ведь этого нету. К сожалению. И никто, к сожалению, пока замену этому не придумал. И вот хорошо, что начали с армии. Вот, потому что, ну, армия это вообще гарант нашей свободы, Конституции, независимости, поэтому, да, у солдат в руках оружие, многие занимают, да, и места баллистических ракет, поэтому я считаю, что добро должно быть с кулаками, поэтому люди должны осознанно учиться защищать свою Родину. Кстати, перебью опять, Андрюш, извините, мы сейчас прервёмся на короткую рекламу, не переключайтесь, а впереди у нас разговор как раз с тем человеком, да, Сергей Александрович, кто готовит, вот, с малолетства, можно сказать, ребят, да, и поговорим об этом. Не переключайтесь, мы скоро вернёмся. Мы вновь в эфире. Сегодня мы говорим о памяти, о том, какая работа проводится в нашем Тверском регионе, чтобы наши, вернее, правнуки и внуки тех, кто воевал на полях сражений Великой Отечественной войны, помнили о своих героев, о том, как мы работаем над воспитанием чувства патриотизма. Сегодня у нас в эфире уважаемые гости, те, кто уже много раз был за этим круглым столом, но есть человек, который впервые пришёл к нам на программу, человек легендарный, 47 лет, да, Сергей Александрович Сергеев, руководитель подросткового объединения десантной направленности «Сокол», отдал этой работе. 47 лет вы работаете с подрастающим поколением, да, Сергей Александрович? Ну, да. Что такое «Сокол», почему десантная направленность? Ну, начать с того, что в «Соколе» готовим людей к поступлению в Рязанское высшее воздушное военное училище. Непосредственно такая профессиональная подготовка? Да, и к службе в десантных войсках. С какого возраста приходят ребята, мальчишки в основном, я так понимаю, да, девочек живут, десантники не берут пока, да? Да, сколько угодно. И, по-моему, девчонок, и девочки тоже проходят такую же наравне с мальчиками подготовку? Да, встал в строй, никаких исключений. Вообще-то, как показывает опыт, трагический опыт Великой Отечественной войны, все были равны, да, что на фронте, что в тылу, все работали плечом-пречом, и не было такого разграничения, кто-то женщина или мужчина. С какого возраста приходят к вам в Сокол, как узнают, что есть такая организация, хотя если 47 лет, уже, наверное, знают, но, тем не менее, скажем, для тех, кто не знает, для подрастающего в наше поколение, для их родителей. Да я даже не знаю, сами как-то узнают. Мы стараемся не афишировать свою деятельность, но как-то узнают, приходят. А не афишировать почему? Потому что, как бы, желающих много... А нет смысла, желающих много, а потом оказывается, что большая часть из них непригодна к этой работе. Непригодна к чему? Непригодна к службе в армии, непригодна к тому, что по состоянию здоровья или как? По состоянию здоровья, это само собой. Сейчас, если ты норму ГТО не сдал, то в Сокол тебе делать нечего. А, то есть первоначально это норма ГТО? Первоначально это здоровье. Здоровье. А потом уже морально-психологическая подготовка. Тоже непосредственно это определяется не сразу? Или у вас есть какой-то психолог, который... Или вы определяете в деле человека? Нет, все в деле. Нет, ну есть там отдельные моменты. Ну, разрисованные мы не берем. Разрисованные это... Это наколки там всякие, татуировки. Это цвет волос, это что-то... Нет, цвет волос все одно. Волосы можно состричь или перекрасить, да? Ну, если ты носишь пирсинг в носу или где-то... А, это значит, что-то в голове уже не так? Да. Ну, может быть, это как раз тот человек, тот мальчик или девочка, кого можно еще перевоспитать? Или как-то перевоспитывает друг друга? Мы никого не перевоспитываем. Не получается перевоспитание. Времени не хватает или что? Мы ищем единомышленников. Единомышленники? Да. На ваш взгляд, вот за 47 лет больше у вас стало единомышленников или сейчас уже надо поискать? Если учитывать критерии здоровья, то уже поменьше. Раньше было более здоровое молодое поколение? Раньше были здоровые, раньше только на психологию. Психология, это вот здоровое поколение, это мы отсылаем к здравоохранению Советского Союза еще, да? Это вот туда, вот, 47 лет назад, когда это все начиналось, это был Советский Союз. Да. И потом, то есть это было проще, да? Как-то в чем-то, хотя бы с физическим состоянием будущего воина? Во всяком случае, когда приходили люди раньше, они в обмороке, в караулах не падали. А сейчас, сейчас случается и такое, у вас же почетный караул, да? Да. Случается и такое. А прыжки с парашютом, это есть? Прыжки с парашютом у нас есть, но весь вопрос финансирования. А кто сейчас финансирует вашу организацию? И есть ли это финансирование? Городской комитет по делам молодежи. По делам молодежи. Но это касается обмундирования, специального снаряжения. А вот прыжки с парашютом нам уже не финансируют, наверное, года три. Тут старшие братья, союз десантников, как Андрей Саниславович, а может ли помочь и как бы взаимодействовать? Вопрос действительно, ну всегда, все начинания у нас всегда упираются, как и положено, в деньги. Да. Не всегда у нас получается найти спонсоров, найти людей готовых, да, поделиться с нами. Но мы работаем в этом управлении. И потом, если раньше, допустим, ДОСААФ нам очень здорово помогал, да, когда эта организация была государственная, мы же, в общем-то, готовим-то для страны десантников и парашютистов, вот. То сейчас, конечно, эта организация ДОСААФ у нас общественная, коммерческая. Вот. Их, конечно, да, интересует, да, что им за это будет. Поэтому общий язык... Какая организация принесет деньги? Да, не всегда, не всегда удается найти с ними общий язык. А насколько важно вообще вот молодым людям, да, которые собираются все-таки поступать в воздушно-десантные вузы, да, в соответствующие вузы и служить Родине, важны те же самые прыжки, подготовка, ведь это же, наверное, необходимы голубые береты, да? Ну, да. Ну, это же вот знак равенства. Воздушно-десантная подготовка у нас в учебной программе. Ну, вот сейчас четыре человека подошли к этому, из них одна девушка. Им надо выполнить по три прыжка. Ну, если не найдем грантовой поддержки какой-то, значит, за свой счет будут прыгать. А прыжки дорогие? Четыре тысячи. Четыре тысячи, один прыжок. Да, один прыжок. Найдем. 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 Андрей Сосович, вы говорили о найдем, но вот вы говорили о четырех человеках, да? Но ведь, ну, давайте мыслить более глобальную, да? Ну, что такое четыре человека? Дело в том, что не все же хотят стать десантниками. Вот я к чему говорю. Не все, мы не зацикливаемся на этом. Я все-таки думаю, что у Сергея Александровича главная эта проблема, это, прежде всего, воспитать патриотов нашей малой Родины, вот, Пверской земли. И большой. Поэтому, почему десантники? Потому что, ну, может быть, это, наверное, сейчас самый яркий такой род войск, который действительно себя показывает и показывал и в межнациональных конфликтах, и вот сейчас в Сирии показывает. Вот. То есть, там действительно есть настоящие герои, с кого можно брать пример. Вот. Поэтому, может быть, вот десантники. Но не все воспитанники Сергея Александровича становятся десантниками. Вот. Я знаю, что ребята, многие поступают и в университеты, и в колледжи, остаются здесь жить, в Твери, проходят срочную службу, ну вот. А потом, просто, просто, вот, мне кажется, всю жизнь, всю свою жизнь несут в памяти то, что они, вот, выпускники именно объединения Сокол. Получили в Соколе. Да. Вы знаете, я сейчас сразу вспоминаю, крыла-то из Некрасова, поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. И здесь ведь то же самое, да? И поэтому, конечно, не зря же, вот, 85-ю годовщину воздушно-десантных войск приказом командующего ВДВ объединения Сокол было награждено орденом генерала армии Маргелов. О, это почетная награда. Это очень почетная награда. Очень почетная. Кстати, вы встречаетесь с выпускниками, а бывает, что заходят выпускники, которые, может быть, 47 лет назад, еще когда вы начинали, да, начинали у вас учиться, проходили школу Сокола? Конечно, заходят. В каких званиях? Бывают звания? Бывают? Это уже, скорее всего, пенсионеры. Но пенсионеры, именно отслужившие, да, пенсионеры? Конечно, конечно. И заходят с благодарностью? Ну, они заходят... Это же их семья практически. Это вот когда мы говорим, когда собирается, да, Красная Звезда, Боевое Братство, да, Союз Десантников, это вся одна большая семья патриотов. Конечно. Кто преподает? Вот вы говорите, что у вас есть учебная программа, что не просто так человек подходит, как к своему первому прыжку, так и, наверное, какие-то дипломы им вручать, или что, что закончил эту школу? Тем, кто прыгал, вручают свидетельство парашютиста, а вот об окончании срокова ничего не вручаем. Нет, нет, ну, то есть просто школа остается в душе и подготовка. Да. Надо что-то сделать, Сергей Александрович. Ну, чтобы было почетно. Почему? Да. Ну, вот, уважаемые друзья, мы сейчас говорим, опять же-таки, о хороших вещах, да? И если человек прошел эту хорошую школу, то почему ему не гордиться, чтобы... Почему так важна для человека, наверное, благодарность или почетная грамота, да? Почему бы здесь не было диплома, опять же-таки, или какого-то свидетельства, что прошел... Я задумываюсь. Сколько учится в вашей школе Сокол? Ну, как правило, до 18 лет. А приходят в каком возрасте? А приходят в возрасте. Ну, вот сейчас у нас два первоклассника, один из третьего класса, остальные с восьмого и выше. А времени это занимает сколько вот в неделю? Это занятие после школы? Это в какие-то конкретные дни? Как строится учебная программа? В конкретные дни у нас два дня подготовки в школе, три дня в подростковом молодежном центре, остальное время на соревнования и на общественные мероприятия. То есть, это, опять же-таки, жизнь города, она тоже вот вся вот рядышком? На всех праздниках, на всех значимых мероприятиях ребята, да, в форме сокола, они всегда везде, всегда присутствуют. А как узнать форму сокола? Они в десантной форме всегда. Это десантная форма, да? Конечно. У молодых ребят, да? Это я знаю, я выучилась, как определять юнормейцев. Да? У вас как? У вас красный берет, да? Ну, да. Вот ещё, это как краповый берет, да, в чём-то сродни. Кстати, взаимодействие сокола и юн-армии есть или ещё пока тоже это всё предстоит устанавливать? Или вы встречаетесь на тех же соревнованиях? Везде встречаемся, пересекаемся постоянно, все мероприятия вместе проводим. Откуда идёт, вот что называется, у кого руль? Кто назначает на те же самые мероприятия общественные в городе, что вот здесь будет участвовать сокол, здесь будет участвовать юнармия? Или как-то вы вместе встречаетесь? Насколько объединено всё ваше, вот давайте ещё раз об этом поговорим, все ваши общественные организации? Назначают руководителя, организатора мероприятий. Кто организует вот то или иное? Кто организует, то это я говорю. Вот на том же самом марш-броске представители сокола были? Две точки, стрельба из пистолета и сборка-разборка автомата. Это непосредственно были организаторами, вернее, проводило ваше объединение, да? Да. Ваша школа. Это преподаватели? Или участники? Это дети. Это дети, это кто, непосредственно, кто ученики? Это те, кто уже прошёл всю эту школу, кто знает, кто в курсе. А, кстати, тягайтесь по результатам между собой? Кто, кто, как, кто лучше показывает? Или ещё рановато об этом говорить, да, Жень? Потому что юнармия, это же ещё очень молодой, это сколько, два года, да, говорили вы? Да, два года. Два года. И насколько это оправдано сейчас, вот, юнармия, потому что всё-таки стремление, чтобы вступали в это движение, как можно больше детей? Ну, мы сейчас говорим о чём, что юнармейское движение, оно растёт, можно сказать, не по дням, а по часам. В него вступают ребята, которые, можно сказать, морально, психологически, духовно-нравственно уже подготовлены к этому. И после этого у них начинается также программное обучение, которое подписали Министерством образования. По их дальнейшему развитию точно такие же занятия у них проходят уже в отрядах, в которых, как говорится, есть и руководители, и кураторы. Но на данный момент соревноваться, можно сказать, так вот, как говорится, с «Соколом», да, не каждое подразделение может взяться. Так как в «Соколе» подготовка на данный момент выше, но стремление у ребят, которые есть, вот, например, юнармейский отряд «Горностай», вот, можно сказать так, вот, «Орион» у нас сейчас, вот, «Сириус», молодые отряды, они потихонечку начинают набирать обороты. То есть ребята тоже подтягиваются, тоже к сдаче ГТО, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, можно сказать, что это специализация, да, какая-то, такая вот, более такая военизированная? Что юнармия – это движение более многочисленное сейчас. У нас в области практически около полутора тысяч юнармейцев. И многие считают, что это чисто, вот, значит, Министерство обороны придумало такое, вот, но это не Министерство обороны придумало, это сделано вот именно для патриотического воспитания. И мы сейчас, вот, прилагаем все возможные усилия, чтобы к этому движению подключилось Министерство обороны, вот, и Комитет по делам молодёжи, потому что это общее дело. Действительно, если мы с первого класса до десятого человека ведём, то мы будем уверены, что мы выращиваем настоящего патриота. Возможно, возможно, ведь это в чём-то, мы говорили о пионерии комсомоле сейчас. Мы говорим, что там все должны быть абсолютно, у всех свои интересы, у молодёжи интересы там разные могут быть, но при этом я считаю, что патриотом должен быть каждый. И с Серегой в ухе, как сказал Сергей Александрович. Вот, во всяком случае, да, мне кажется, почему? Это не важно, да, как ты выглядишь. Главное, это в душе, и главное, это вот память твоих предков, на земле которых ты сейчас живёшь, и которую землю ты должен защищать в случае чего. А историю, историю той же самой Великой Отечественной войны, об этом рассказывают специалисты, как вот вы к этому подводите, к тому, чтобы был человек, как Иван, не помнящий своего родства, чтобы не был, не вырос такой человек, да? Это же и юная армия, это же тоже, да, это и школьная программа, да? Но ведь Соколы тоже, тоже самое делаете. Разумеется. Кроме того, вот на областных Орлёнках, там есть специальный блок. Исторический. Исторический. Да, довольно сложно, я скажу. Да. Даже мне вот, я почитал, я вот сходу, да, со своими взглядами, не на все вопросы. Но это тоже нужно читать, чтобы ответить на эти вопросы, надо читать определённую ритературу. Это имеется. Не новый дел, который к нам иной раз приходит со стороны, откуда-то со стороны Запада, да, прилетают, и такие факты написаны, что диву даёшься, да? И с чему некоторые пытаются научить нашу молодёжь. А то, как было на самом деле. Кстати, в поисковом движении, Сергей Владимирович, есть такое же вот какое-то, ведь если молодёжи много, то тоже, что называется, подпитывать их знанием истории, они вот непосредственно соприкасаются, да? Ну, естественно. Поисковое движение-то не только поисковая экспедиция. Мы также проводим в год по 30-40 уроков мужества. Это школьные уроки, где мы преподносим истинную историю именно школьникам. Не ту, которую сейчас обычно по телевизору преподносят, а натуральную уже. И этим самым мы подготавливаем уже тех же шкалеров для дальнейшей, ну, сказать, жизни и для службы в армии. Мы объясняем, что такое армия, что не надо её бояться, как сейчас у нас многие об этом рассказывают. Также преподносим чисто, как преподносили нам в своё время, это подвиги наших героев, на которых росли мы. Сейчас мы также пытаемся этих школьников, опять же, преподнести им те знания, которые знали мы. Чтобы герои, они всегда были героями, а не так, как сейчас у нас принято в большинстве случаев, что вот он всегда был героем Отечественной войны, а сейчас его начинают разносить, что, а может быть, это был не он, а может быть, это вот... А может быть, он этого не совершал, это уже несколько лет идёт вот такая, вот такая подрывная, я бы даже сказала, работа в голове. А мы как раз попытаемся на руках мужа преподнести именно ту историю правдивую, которую преподносили нам. А как вообще вот они это видят? Вот они идут, они каждый день выходят на той же самой вахте памяти, они выходят и они соприкасаются непосредственно с теми людьми, со своими предками, которые жизнь свою отдали за Отечество. Вообще, как это воспринимается чисто психологически детьми, подростками? Ну, по-всякому. Могу сказать одно, что именно вот сами поисковые экспедиции, они проводят как бы естественный отбор поисковиков. Молодое поколение, которое вроде сначала и хочет быть поисковиком, но одна-две вахты поисковых, и всё, и он уже говорит, нет, извините, это не для меня. Вот как Сергей Александрович сказал, что не каждый, может быть, приходит, я хочу быть соколом, да, да не получается, да, по многим причинам. Тоже жизнь же сама отсеивает, эти занятия вы видите, да? Да, именно проходит естественный отбор. Но могу сказать, как вот говорили, что, вот скажем, как у Сергея Александровича, у него не принимаются там с серьгами там, с разными там украшениями в носу. У нас бывает приходят всякие. Ну, сразу вот после первой вахты видно по человеку, ну, как мы их среди себя называем, чисто неформалы наши, но по нему видно, из кого вырастет человек, а кто не будет уже. И могу сказать, что у нас вот, ну, не могу сказать точное число, но много уже людей, которые приходили к нам по старым навыкам, там, с шипами, там, в бровях, там, чуть ли не в голову, шипы себе вкручивали, там, с серьгами, дырки на ушах. И сейчас они уже выросли, им сейчас уже почти по 30 лет. Но выросли людьми? И вот они остались в поиске, выросли людьми. Они зашили себе все эти дырки, выкрутили все эти шипы. Ну, определенная дурь из головы-то ушла, она уходит, да? Да, и вот они именно стали сейчас преподносить, ну, как бы, то, что преподносили мы, они переняли наши навыки, и теперь они уже преподносят наши навыки молодому поколению. Это вот, Сергей, рассказывайте, вот недавно за этим столом круглым мы собирались, к столетию комсомола мы собирались с представителями строятренческого движения. И ведь тогда же было так положено, были специальные отряды, которые брали на перевоспитание сложных подростков, и из которых выросли хорошие люди. Патриоты, вот, может быть, и это ведь тоже, это же показало, что эта работа действенна. Что, и вот у нас уже готовы, пожалуйста, ну, юнармия, еще там, еще молодые совершенно ребятишки, да? Ну, вот сокол, ну, может быть, сейчас это не то направление, но ведь тоже вы можете кому-нибудь, хотя не ваша задача, вы говорите, перевоспитывать, да? Но кто-то же должен вправлять на место. Кто-то должен. А вот для этого и есть юнармия. А вот юнармия, да, должна? Ну, да, и пусть идут разрисованные. А может быть, это теперь, я хочу спросить, Андрей, может быть, теперь и армия будет, если политрухи, комиссары появились? Или уже поздно? Да нет, будет, я думаю. Я хочу повториться, что они действительно, вот, сейчас заместители командиров по военно-политической работе, направлено именно вот на, как я уже говорил, создание психологически устойчивых коллективов, защищенных вот от той информационной лжи, которая сейчас льется со всех сторон на нашу страну. И неокрепшие умы, они же могут, да, совсем по-другому подумать, не так, как учили нас. Вот, поэтому я думаю, что это очень правильно верное решение, и будет всем от этого только огромная польза. Тем более, что патриотическое воспитание одна из главнейших задач этого главного управления является. Я хотела дополнить, что не просто могут подумать, а иначе бы не было этих оранжевых революций, и не было бы того сейчас, что мы увидим на той же самой, в той же самой братской Украине, что произошло. Ведь, казалось бы, ну, не на ровном же месте. Вот, вот от того момента. И тем более, что сейчас и армия доступна, да, и тот же самый интернет, и газеты там выписываются, и телевизор смотрят, да, срочники. И они видят, и им надо что-то противостоять, да? Да, ну, я хочу сказать, что вот мы много раз говорили, что и у Жени есть музей, да? Да, замечательный, через который проходят, я не знаю, наверное, сотни школьников. Вот, и наш музей, четыре эпохи воинской славы Твери. Вот, ну, у нас немножко поменьше людей проходит, но, тем не менее, каждый класс смотрит, что-то запоминает, что-то остаётся у них и в голове, и в сердце, что они действительно наследники, наследники героических своих, которые стояли у нас здесь, на нашей земле. Я хочу сказать, что сейчас вот развивается Парк Победы наш. Вот. Это как раз где проходил Марш Бросок, но это знаковое место для нашей Твери. Ну, вместе с администрацией центрального района, с его главой Чубуковым Максимом Владимировичем, в этом году взяли шефство, да, над Парком Победы. Провели несколько субботников вместе с администрацией, и посмотрите, насколько сейчас там стало чище, уютнее, вот, в этой парке, безопаснее. Можно гулять с детьми, всё просматривается. И сейчас вот задача стоит, насытить этот Парк Победы военной техникой. Вот уже две гаубицы там стоят. На прошлой неделе установили танк Т-80. Там он, я вот как не проеду, он постоянно облеплен ребятнёй. Вот. В планах поставить самолёт. Значит, наша Академия воодушекосмической обороны обещала подобрать, да, зенитную ракету какую-то или установку. То есть, мы сейчас будем потихонечку, вот, действительно, из Парка Победы делать такое очень достойное место, где можно не только спокойно гулять, заниматься спортом, да, но ещё что-то вот для себя подчеркнуть чисто исторически и в военном плане. Исторически, но это ответ тем, кто скажет, что вы тут навязываете нам, да, вооружение, и какое поколение вы растите, о милитаризации говорит. Вовсе нет, да, наверное. Это всегда, когда мы встречаемся на вот таких мероприятиях, ветераны особенно, да я сама себе постоянно задаю такой вопрос, я подготовила ряд фильмов, именно героям Великой Отечественной войны посвящённых, и всегда сама себе задаю вопрос, а что, если случится, вот, ну, не дай бог, случится несчастье, случится война? Сможет ли наше монодое поколение сегодняшних правнуков, тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны, защитить своё Отечество? Как мы можем ответить на этот вопрос? Вот, наверное, мы ради этого здесь и собрались, чтобы говорить о том, какое необходимо воспитание. Ну, вы правы. Вопрос в том, что, вот, всем кажется, что если вот то движение, которое я возглавляю, юная армия, да, это чисто направлено на милитаризацию, ни в коем разе, во-первых, я считаю, что три положения, которые и военная патриотика, она на третьем месте. Первое – это морально-психологические качества, политические качества ребёнка, человека, будущего гражданина Российской Федерации. Второе – духовно-нравственное воспитание, историческое воспитание. А вот военная патриотика именно с военным уклоном – это уже, можно сказать, как говорится, на третьем месте. Почему? Потому что, можно сказать, строим, ходят и китайцы, ходят и индусы, да, но вот как любить свою родину, как любят и русские, вот это нужно проявить, и это было всегда. Вспомните, когда была царская Россия, да, вставали, защищали Русь. Времена правления Михаила Тверского. То есть всю эту историю мы сейчас пытаемся преподнести в том качестве для детей, не навязывая им, что надо обязательно брать автомат в руки, вставать в строй, одевать форму и так далее. Потому что сейчас движение юной армии, оно более в широком спектре охватывает все направления. Это и медицина, это и физика, и кибернетика, и различные технические направленности. Мы смотрим на детей, что они хотят, какие у них есть способности, какие направления. И поэтому, если есть спортсмены, да, то они, вот как говорится, у них направление – спорт. Если есть технари, значит технари. Если же медики, значит медики. Почему нет? Но если человек собирается вести дальше военную карьеру, то есть кому подготовиться, да, Сергей Александрович? Есть. Ведь это же тоже ваша, это же не ваша задача, как мы говорили. Не обязательно, что вот заставлять, вот берешь руки автомат, или вот если была бы возможность, то прыгаешь, кидают тебя, выталкивают с парашютом из самолета. Да, но мы ждем тех, кто собирается это делать. А у юнормии там задача гораздо более обширная. Но у вас, я вот уже как говорила, у вас такая вот более специализация, да, для тех, кто помощь, помощь тем, кто хочет выбрать для себя военное дело. Да, это допризывная подготовка. И это очень важно, наверное, да, сейчас, Андрей, когда вот молодые ребята приходят, вот вы видите, вот они стоят у вас, завтрашние призывники. На самом деле это есть проблема, если мы вспомним советские школы, да, у нас было военное дело, вот. Как правило, да, как правило, это были офицеры, прошедшие службу, да, много лет, которые знали о военной службе все досконально. Вот. То сейчас, к сожалению, есть такая проблема, не хватает преподавателей квалифицированных, особенно вот в районах области. Там зачастую занятия ОБЖ ведут женщины, которые в армии не служили, вот. И что-то слышали о Вене. Да, и что-то слышали об этом, да. Вот. Вот. И само понятие ОБЖ, оно очень широкое, очень размытое, поэтому, конечно, допризывная подготовка – это процесс, который необходимо нам опять возобновить. И возобновить вот не отдельными такими энтузиастами, как Сергей Александрович, а именно на государственном уровне, чтобы ребята приходили в армию уже немножко подготовленные. Все-таки они служат всего один год. Это так мало. Для специалистов, допустим, которые служат на боевых кораблях, в радиотехнических войсках, в ракетных войсках стратегического значения – это сложнейшая техника, сложнейшая просто. И за год вот все изучить – это просто невозможно. Буду надеяться, что вот в следующий раз мы соберемся с этим кругом столом, уже будем обсуждать, уже не проблему, а уже то, как проходит эта подготовка, да, уже, может быть, даже на государственном уровне. Если у нас появились комиссары в армии, то, возможно, мы придем и к этому. Кстати, как прийти к вам все-таки, вопрос мой, в Сокол, если нас сейчас слушают родители и захотят, чтобы их ребенок попробовал, будь то мальчик или девочек. Адрес, да. Да, адрес. Куда? Подростковый молодежный центр, Сколесково, 52А. Работаете с утра до вечера, да? Ну, работаем мы там, когда попало. Когда попало. Бывает и вечерами. Бывает, очень часто бывает. То есть самое главное, что знать. Или просто позвонить мне по телефону. А какой телефон? У вас есть городской какой-то телефон, куда в клубе, который можно позвонить? Городского нет, есть сотовый. Вас где-то в интернете можно найти или через сайт есть свой? У меня есть страничка в интернете. Достаточно набрать Сергея Сергеев, Тверь, выйти на эту страничку и задать мне любые вопросы. Я думаю, что нас услышали. Сергей Вадимович, какая работа сейчас предстоит поисковому объединению «Подвиг» вот в ближайшие зимние месяцы до начала следующей вахты? Ну, сейчас началась архивная работа. Это многие представители отрядов, это группа разведки, они начали работать в архивах Министерства обороны. Это подготовка к следующему сезону, обработка данных по данному году, 2018. И также начинается работа по выявлению пропавшей военной техники. Это самолеты, танки, утонувшие в болотах. Это вот я знаю, что мы недавно говорили, что поисковый отряд управления Федеральной службы судебных приставов, они подняли самолет. Да, это наш отряд, они в Бельском районе. Это тоже входит в поисковое объединение «Подвиг». В этом году у нас поднято 6 самолетов всего. И зима – это то время, когда можно поработать в очень заболоточной местности. Вода уходит, болота промерзают, какой-то верхний слой. И мы сможем уже проверить места наличия упавших самолетов, затонувших в танках. Вот у нас, ну, пока не буду говорить, какие районы, но вот в этом году у нас намечено, этот год и начало следующего года, намечено поиск танка Т-34 затопленного. Думаю, что это будет информационный повод поговорить об этом. То есть, я хочу сказать, что работа не прекращается, если выпал снег и начались морозы, работа поискового движения не прекращается. Нет, она проводится круглый год. И, к сожалению, еще сколько лет, как мы уже здесь говорили, непонятно работать, сколько еще поднимать снег, сколько бойцов осталось. Мне кажется, этого не может сказать никто. Это будет видно на практике во время ваших же вахт? Да, мы просто, каждая вахта, она приносит свои результаты. Мы из небытия выводим, опять же, какие-то именных солдат и безымянных солдат. Но сколько конкретно осталось в земле, этого, мне кажется, не сможет ответить сейчас ни один историк. Уважаемые друзья, Женя, Андрей, ваше пожелание жителям нашего региона вот именно о той теме, о том, о чем мы говорили сейчас? Пожелание. В преддверии Нового года хотелось бы пожелать мирного неба над головой, чтобы больше не было войны, здоровья, любви, семейного благополучия и уверенности в нашей ступне. Андрей. Я хочу сказать, наверное, самое главное, чтобы были живы наши родители и были здоровы наши дети в следующем году. Мне кажется, это близко всем одинаково, всем жителям и нашей Тверской области, и нашей страны. Поэтому всем в наступающем Новом году вот именно это хочу пожелать. Замечательно, что мы встретились сегодня, что многие, наверное, для себя узнали, что есть такие патриотические объединения, да, и пусть, может быть, побольше становится соколов, юноармейцев, но пусть это только важно будет, эта подготовка в мирной жизни, да. Кстати, уважаемые друзья, вот в эти минуты, когда мы с вами говорим, сейчас в Министерстве культуры проходит, насколько решается вопрос о том, чтобы вновь отстроенное здание музея на выставочном, в Медновском мемориальном комплексе было отдано под музей именно поисковой работы, а это очень важно. Это возможно, что этот шаг тоже будет каким-то образом способствовать развитию нашей страны и сохранению памяти. Спасибо вам огромное. Пусть этот год, новый наступающий год, наступивший, возможно, 19-й год, будет мирным и не будет войны. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо.